Всем привет! Добро пожаловать на мой канал снова! Меня зовут Юля, и в сегодняшнем видео мы будем с вами тестировать новые палетки от Селина Гомус и ее бренда косметики Rare Beauty. Я делала обзор, полный обзор на ее новую коллекцию Rare Beauty, которая вышла, наверное, месяц назад, и это был успех. Спасибо большое за ваши просмотры, я очень рада, что вам понравился мой подход к ознакомлению с брендом, и я рада, что вам удалось увидеть бренд таким, каким я хотела показать его, а именно классным, доступным и подходящим почти каждому. Когда я слышала о том, что вышли палетки, я сначала подумала, а нужны ли они мне, такое большое количество шиммеров в палетке, ну как бы зачем? Это не на повседневную носку, да и цвета такие слишком летние, не мои, но потом я подумала и поняла, что раз уж я делала обзор на полную коллекцию Rare Beauty, то почему бы не взять и не, в общем, показать вам, как это все работает. И вот так они выглядят, очень красивая упаковка, это еще вы не видели, саму картонную упаковку, в которую они пришли. В общем, это выглядит вот так, невероятно красиво все так, невероятно все красиво сделано. Даже не верится, что это стоит 25 долларов, потому что обычно палетки такого типа могут стоить, ну, долларов, не знаю, 30-40 точно. И вы спросите, а почему они такие дешевые, почему они стоят 25 долларов? Потому что они сделаны в Китае, как это ни странно. Мне было немножко печально увидеть то, что они сделаны в Китае, просто потому что почти все компоненты ее предыдущего релиза, они были сделаны либо в Канаде, либо, по-моему, Италии, либо в Корее. Но когда я увидела, что это сделано в Китае, и это стоит 25 долларов, я немножко, ну, расстроилась, потому что мы все относимся к тому, что сделано в Китае, немножко с большим предубеждением, в том плане, что, наверное, качество не очень будет хорошее, наверное, растушевка не такая хорошая, потому что вспомню хотя бы худу с ее тенями, которые сделаны в Китае, девяточки, они, ну, не такие хорошие, как, допустим, ее обычные большие палетки, которые сделаны в других странах Европы. Упаковка чувствуется очень плотно, это очень плотный пластик, и она видится и чувствуется, как будто бы она дорого сделана, и мне это очень нравится. Здесь очень отличное зеркало, в которое вы можете смотреться и сделать свой идеальный макияж в стиле Селина Гомес. И, кстати говоря, когда вы открываете палетку, вы можете увидеть такой стикер, который говорит вам «You're rare», это очень мило. Дизайн, чувствуется, что над ним работали достаточно долгое время, потому что он действительно уникальный, он очень красиво переливается, кстати говоря, на солнце. И немножко о тенях, перед тем, как мы перейдем к нашему туториалу. Две палетки, первая из них более сиреневая, называется «Magnetic Spirit», и более такая зеленая, более изумрудная, я бы сказала, называется она «Confident Energy», и в каждой палетке имеется шесть оттенков. И очень много людей, кстати говоря, немножко были недовольны тем фактом, что эти тени, они все шиммерные, ну то есть как так, почему шиммеры, почему нет хотя бы даже одного матового оттенка, ну как бы это 2020, мы все привыкли пользоваться и матовыми, и шиммерными в палетке, чтобы они были там. Тут можно задуматься и понять, что Селена выступает за что? За естественность макияжа, она не за то, чтобы явно сидеть и тушевать эти темные матовые оттенки, она за то, чтобы просто нанести эти топоры на ваше веко и, в общем, быть готовой к, не знаю, к новому дню и не тратить на это много времени. В общем, посмотрим мы сегодня на то, что из этого получится. Сейчас давайте перейдем к свочам, чтобы посмотреть, как каждая палетка вообще показывает себя. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вообще, из этих теней свочатся просто невероятно здоровски. Каждый оттенок, он, знаете, такой, как масляный. То есть вы не почувствуете ни в одном из оттенков непонятных глиттеров. Они все очень гладко свочатся, они очень красиво смотрятся на руки, как это ни странно. Хоть они и смотрятся такими шиммерными в упаковке, они на самом деле немногие оттенки в этой палетке и в другой палетке тоже дают вам тот супер блестящий финиш. И начнем мы с этой палетки, которая называется Confident Energy. И эта палетка, я не знаю, когда я видела ее, я поняла, что слишком она яркая для меня. Яркий, очень синий, зеленые оттенки, которые вообще далеко от того, чем я пользуюсь каждый день или даже на праздники. Но для видео я, конечно, покажу вам, как это все смотрится. У меня уже, кстати, есть праймер от Makeup by Mario. И вот тот самый Master Eye Prep and Set в оттенке Medium. И для нашего первого лука с этой палеткой я решила вдохновиться фотографией Сирены Гомес на ее промо-фото новых теней. И у нее такой интересный макияж. Он желто-зеленый, который идеально подчеркивает форму ее века. И я хочу попробовать его сегодня создать. Но для этого я буду использовать палетку для помощи от Makeup by Mario. Нам нужны какие-нибудь хорошие матовые оттенки. И я начну с оттенка вот этого вот. У меня, кстати, новые кисточки от Refere. Я наконец-то получила их. Сделаны в Японии. В общем, handmade, все очень круто. Должны хорошо работать. Я нанесу этот оттенок прямо сюда. Кисточка под номером 13. Хочу взять этот красивый зеленый оттенок под названием Boost и нанести его на все века. Я хочу взять кисточку от Morphe под номером M124 и взять тот же самый оттенок, чтобы достроить наше веко, чтобы оно выглядело еще более таким открытым. Дальше я хочу взять спрей от Milani, их Make It Dewy Satin Spray и намочить кисточку, чтобы, в общем, еще гораздо это более все было активным. Я имею в виду наш зеленый оттенок. Разница видна сразу же. Мне нравится, как у нас все получается пока. Мне кажется, что это такой хороший микс между сиянием и также между пигментацией. То есть все здесь на месте, работает пока все хорошо. Теперь я хочу взять этот красивый оттенок. Он, знаете, белый, но при свочинге он выглядит желтоватым. Такой зеленый, наверное, подтон в себе имеет. И называется этот оттенок Elevate. Я нанесу его на середину века. Вау! Идеально сочетается с этим зеленовато-желтым оттенком. Очень-очень красиво. Я считаю, что образ получается очень даже летним, как это ни странно, не осенним, потому что палетка сама имеет в себе такую, знаете, летнюю тематику. На картинке с макияжем у Селены видно, что у нее вот эта зона еще более выделена, каким-то более нюдовым оттенком. Я хочу взять, скорее всего, микс какого-нибудь вот этого оттенка и вот этого, например. Что-то больше подходящее к моему тону кожи. Сразу-сразу видно, что эта зона выделяется, и это очень здорово. И немножко растушуем эту линию. На картинке также можно увидеть, что у Селены имеется небольшая стрелка, которая не сделана лайнером, она сделана именно темными тенями. И, конечно, нам пригодится тут, опять же, палетка от Makeup by Mario. Вот нам пригодился этот невероятно красивый коричневый оттенок. Я смешаю его, допустим, с этим оттенком, чтобы он не был таким, знаете, пигментированным. Мне очень нравится, что у нас получается, на самом деле. Я считаю, что это, опять же, очень летний образ, как это ни странно. И на картинке видно также, что у Селены очень хорошо выделена вот эта область внутреннего уголка глаза. И я хочу нанести тени от, опять же, Makeup by Mario. Вот этот красивый серебристый оттенок. Возможно, он будет немножко зеленоватым, не таким белоснежным серебристым. Да, он, как мне кажется, идеально подчеркивает этот цвет. Выделяю этого. Немножко зайдем наверх, чтобы выделить эту зону еще лучше. И последнее я возьму очень темный оттенок для нашей нижней части ресниц. А именно, скорее всего, вот этот вместе с этим, чтобы еще больше сделать глаза выразительными. И последнее я хочу использовать хайлайтер от Dior для внутреннего уголка глаза, чтобы все-таки еще больше блеска было. Почему нет? Сейчас я сделаю этот глаз и вернусь к вам через секунду. Вот такой у нас получился конечный образ. Мне он нравится. Моему мужу тоже он понравился, что, наверное, многое означает. Он небольшой фоллаут, и я это вижу. Я немножко сейчас его попытаюсь убрать. Но вообще, в общем, в целом, мне понравились тени. Оттенки немножко не мои, но я считаю, что иногда очень хорошо иметь в косметичке тени, которые немножко выходят из вашей комфортной зоны. Таким образом, вы имеете возможность экспериментировать и пробовать новые цвета. Мне нравится, и, в общем, в качестве я не разочарована ни разу. Единственное, что, когда я наносила более светлые оттенки на вот этот такой зеленый цвет, я увидела, что тени немного теряют свою интенсивность. Они становятся не такими пигментированные, становятся более приглушенные. И, наверное, это нормально, потому что, когда вы наносите более светлый оттенок на достаточно пигментированный оттенок, в нашем случае этот зеленый, он становится не таким пигментированным. И мы готовы начать наше знакомство с палеткой Утилена Гомес Magnetic Spirit. Упаковка, ребята, опять же, невероятно-невероятно красивая. И я думаю, что для создания более эффектного образа с этой палеткой, красивой сиреневой, я буду использовать палетку от Makeup by Mario. Опять же, у меня праймер от Makeup by Mario. Все Makeup by Mario. И я хочу взять, скорее всего, вот этот красивый оттенок, как базовый оттенок на наши веки. Дальше я смешаю эти два оттенка, чтобы еще больше создать видимости раскрытого глаза, так сказать. Я не знаю, правильно я говорю, раскрытого глаза видимость, но, в общем, я просто хочу сделать вот эту зону гораздо более выделенной. Не то делаю, я вообще хотела, я хотела затемнить эту зону этими цветами. Боже мой, ну ничего страшного. Теперь я возьму этот темный оттенок и помещу его в внешний угол глаза. То, что нужно. Ну что, база готова, теперь давайте использовать эту палетку. Я хочу использовать этот красивый оттенок, который называется Clarity. Давайте посмотрим. У-у-у, вот эта пигментация. Знаете, он может осмотриться таким блестящим в упаковке, в рефиле, но когда вы наносите его на веки, он не такой блестящий. Он гораздо более приглушенный, что очень интересно. И нанесу его на все века. Наверное, когда вы делаете макияж с этой палеткой, лучше сначала сделать глаза, а потом уже сделать весь макияж. Иначе, тут так или иначе будут ободашки, так или иначе без них никуда. Я возьму ту же самую кисточку от Refer, это 16 номер, и я растушую это все, чтобы это все было красиво. Он очень легко поддается корректировке. И что очень интересно и важно, когда вы начинаете растушевывать его, он как бы становится не таким интенсивным. То есть, чем больше растушевки, тем он будет вымываться из века, так сказать. Чем вы неаккуратны с этими тенями, тем они имеют больше шансов у вас опасть на лицо. Поэтому с ними нужно очень быть аккуратным или опять же делать ваш макияж глаз сначала, а потом уже делать тон. Теперь я хочу взять этот красивый оттенок Клюкфины, который называется Grounded, нанести его также по всему веку. Я хочу взять этот красивый оттенок, на который у меня сразу же упал глаз, когда я увидела эту палетку. Он, знаете, такой как дуохромный немножко, и у него не мелкий помол ни разу. То есть, он очень красиво раскрывается на руке при сводчинге. Называется он Passion и страсть. Вау! Мне очень-очень нравится, что я вижу. Смотрите, такой макияж, как мне кажется, будет идеально летом. Я не знаю, сделала бы ли я такой макияж, допустим, идя в ресторан, особенно в Америке, потому что, ну, так ярко здесь, не так часто встретишь кого-то, кто красится. Очень красиво перекликается это все с нашим фиолетовым затемнением, с сиреневым оттенком, просто божественно. Вот такой у нас получается образ. Я добавила стрелку, использую карандаш от Makeup by Mario. Master Pigment Pro Pencil Super Black. Неплохой карандаш. И также я использовала вот этот темненький оттенок на нижней части ресниц, чтобы сделать глаза гораздо более выделяющимися, естественно. И, как мне кажется, для того, чтобы закончить наш образ, я хочу взять, например, вот этот красивый оттенок. Я все говорю красивый-красивый, но это правда. Оттенок называется Abrage. Странное название. Я хочу добавить его также на нижнюю часть ресниц, чтобы посмотреть, как это может улучшить наш образ сегодня. Окей, возьму такую кисточку и давайте посмотрим на то, что у нас получится. Тени, кстати говоря, падают. То есть я сделала два глаза и мне потребовалось два захода, а именно два раза я использовала консилир, чтобы как-то это все улучшить, чтобы тени гораздо лучше смотрелись. Потому что эта палетка, она рассчитана на то, что вы делаете сначала глаза, потом уже все остальное лицо, как это ни странно. Я теняюсь, ребят. У меня свет иногда скачет. То есть то бывает все хорошо, свет как бы один и тот же за все видео, не меняется. И тут бывает раз, и он изменяется. Мне кажется, потому что сейчас постепенно темнеет, может поэтому, но я извиняюсь все равно за то, что свет постоянно скачет. И карандаш фиолетовый на слизистую тоже. Почему-то мне захотелось это, хотя изначально я не планировала этого делать. Мне кажется, это сделает наш образ еще более законченным, что ли. И вот такой у нас получился конечный образ. Ребят, на самом деле мне очень и очень нравится, что у нас получилось. Я без ума от фиолетовой палетки больше, чем, наверное, от палетки, которая в более изумрудных оттенках. Как ни странно, потому что, ну, все-таки эти оттенки чуть-чуть ближе мне. Мне по душе они. Мне понравилось абсолютно все в этой палетке. От насыщенности шиммеров до того, как они очень красиво растушевываются, я определенно больше за эту палетку, нежели чем за изумрудную палетку. Если вы любите розоватые, более милые оттенки, то эта палетка вам понравится. Она очень легкая в использовании. Как вы видите, буквально за каких-то, ну, минут 10 я сделала вот такой макияж, чем я даю этой палетке определенное 10 из 10, скорее всего. Настолько она мне понравилась. И в особенности, конечно, вот эти три оттенка. Для меня они самые уникальные. Это факт. Вопрос, является ли эта палетка какой-нибудь уникальной? Наверное, нет. Вы можете найти такие цвета, я уверена, в любой палетке, которая у вас есть дома. Но для своей цены и для качества, которое вы получаете, 25 долларов, 6 оттенков, и все они очень хорошо работают друг с другом, это просто сказка. И поэтому я считаю, что эта палетка определенно стоит посмотреть на нее, особенно в период Черной Пятницы. Да, скоро она приближается, и это будет очень занимательное время, когда можно купить все, что ты хочешь, с достаточно хорошей скидкой. И эта палетка называется, кстати говоря, Magnetic Spirit, если она мне сказала еще об этом. И палетка, которая у нас называется Confident Energy. Я считаю, что эта палетка, она хорошая. То есть я не могу сказать, что я просто без ума от нее, настолько она мне поразила. Нет, я, наверное, не большой любитель такой гаммы оттенков, просто вот никогда не была. И, наверное, если вот я спрошу себя, что я буду использовать на повседневку из этой палетки, наверное, это будет коричневый, наверное, будет это какой-нибудь золотистый оттенок. Ну и, может быть, вот эти два, вот эти яркие я как-то не особо люблю использовать. И поэтому, да, я буду использовать ее, когда понадобится она мне. Но, конечно, вот эта палетка в более сиреневой гамме, это просто любовь. И я считаю, что это победитель нашего сегодняшнего видео. Настолько она обошла всех соперников. И последнее, вы, наверное, думаете, почему я использовала сегодня столько много матовых оттенков для того, чтобы красиво зафиксировать эти тени. Наверное, потому что эти тени, конечно, можно использовать сами по себе. То есть, да, вы можете в теории нанести эти оттенки на века и, в общем, ну, сделать легкий макияж. Но для того, чтобы сделать что-то вот вроде такого, а именно более, как сказать, defined макияж, то есть макияж, который будет говорить за вас, акцент на глазах, да, хотите сделать, то определенно использование матовых оттенков, даже самых простых, самых дешевых, поможет вам достичь вот такого образа. И, конечно, вы можете использовать ее просто, поместя эти шиммеры на ваше веко, и ваш макияж готов. Однако, это будет гораздо более естественный макияж. Наверное, такой макияж, который носится в дни No Makeup Days, когда у вас супер натуральный макияж, и вам не хочется ничего делать. А в этом случае, да, наверное, это будет удобное применение этих палеток. Но вообще, ребят, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Мне было очень приятно показать вам новые палетки от Селена Гомес, которые сначала у меня не вызывали никаких эмоций. Но потом я все-таки поняла, что мне хочется их попробовать, и я не разочарована, потому что такого макияжа, такого яркого фиолетового макияжа с очень классно выделенными глазами я еще не делала, даже с палетками от Hot Beauty, поэтому, я не знаю, может быть, это кисточки, которые я купила от Refer, они с натуральным ворсом козы, может, поэтому это все так красиво распределилось, но вообще, да, я в большом восторге. Мне будет очень приятно, если вы напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этих палеток, и какая вам понравилась больше всего. Сиреневая, классика, подходит всем, или же изумрудная, та палетка, которая больше, как мне кажется, подходит к летнему времени года, и очень сильно влюблять в себя также, потому что цвета здесь достаточно необычные и яркие. И на этом я не буду вас задерживать, спасибо, что провели со мной эти 20 минут, я с вами не прощаюсь, ребят, желаю вам прекрасного настроения, хорошего дня, прекрасных макияжных дней, и мне будет очень приятно слышать фидбэк от вас, дорогие мои подписчики. Я не прощаюсь с вами, ребят, ваша Юля, всем пока!